Ну вот, пришло у нас время вешать изоляторы для того, чтобы проводить контролируемое опыление. Ты, Наташа, зря уходишь в сторону, подходи поближе. Мы посмотрим сейчас, как определить, подошло ли время для развешивания этих самых изоляторов. Вот тут у нас, так скажи, небольшая коллекция кедра европейского, его ведьминых метел. Вот они в основном происходят от Франца Эдзельшторфера из Австрии, нашего старинного друга, который умер в прошлом году. Ну, осталось от него богатое наследие. Вот, кстати сказать, хорошо заметно, что вот кедр европейский, видите, какой сизово-синего цвета, заметно отличается от кедра сибирского. Вот, и у нас он живет отлично, этот самый кедр европейский. Вот, в том числе обильно плодоносит. Теперь давайте посмотрим вот на вершину видирующего побега. Что мы тут увидим? Мы тут увидим терминальную почку, вот эту вот по центру. И две вот таких вот почки, которые выше, чем терминальные выросли. Это будущие шишки. Они уже такие туповатые стали почки. Вначале они бывают острые, потом становятся тупыми, ну, как бы бутонами. И потом из них высовывается шишечка, чтобы, значит, опыляться. Ну, вот сейчас самое время одеть изолятор, потому что при теплой погоде, сейчас у нас плюс 25, даже выше днем бывает. Думаю, уже через день-два, значит, они начнут выходить из почек, соответственно, станут готовыми к восприятию пыльцы. И вот надо их заранее изолировать, чтобы посторонняя пыльца сюда не попала. Бывает, что шишка даже еще не открытая, а пыльца как-то попадает на побег, потом может оказаться на шишке. Поэтому закрываем ее превентивно. Как это делается? Вот. Ну, бывает, что, особенно у наших кедровых сортов, шишки располагаются вот по всем этим боковым веточкам. Тогда бывает, мы используем большой изолятор. Но в данном случае вот на этих вот побегах шишек нет. Вот. А есть только на лидирующем побеге. Поэтому будем вешать небольшой изолятор вот такой. Ну, о том, из чего делать изоляторы. На эту тему есть разные точки зрения. У нас и за границей в каждой селекционной школе применяется свой тип изоляторов. Ну, мы все люди родились в СССР, воспитывались в то время. Вот. Меня воспитывал мой учитель Федор Дмитриевич Абров. Крупный, крупнейший советский селекционер лесной. Вот. И используем мы старые испытанные материалы. The best is the enemy of the good, говорят англичане. Правильно говорят. Поэтому мы от добра добра не ищем. Так вот, для изготовления изоляторов используется, опять же, советская оберточная бумага. Ну, вот. Кто живет давно, знают, что в такую бумагу заворачивали советскую колбасу. Так, так, так. Потом ее, значит, можно было положить в овощ. Вот она. Отличного качества. Это уже изолятор для вторичного использования. Мы сейчас будем. Вот. Она, значит, хорошо выполняет свои функции. Почему именно бумага? Ну, потому что она оптимально сочетает некоторую проницаемость для воздуха, для тепла. Вот. И при этом хорошо изолирует наши шишки. Вот. Вот. Инородные пыльцы. Вот. Возможно, какие-то есть современные материалы. Но мы пользуемся старыми. Изолятор делается вот так. Сворачивается трубка. Здесь она проклеивается скотчем. С этой стороны и с той стороны для гарантии. Вот. И вот, значит, как его повесить. Чтобы его правильно повесить, мы его нижнюю часть мочим вот так в воде. Ну, как вы думаете, для чего? Для того, чтобы вот эта вот мокрая бумага значит, плотнее прилегала к побегу, где мы его будем фиксировать. Потому что сухую притянуть плотно невозможно. А мокрая, она как-то так прилегает хорошо. И гораздо лучше. Это тоже проверено многолетним опытом. Ну, вот так одеваем его. Потом, смотрите, еще такая есть тонкость. Вот начинающие селекционеры вешают вот так вот. Примерно. И он там под изолятором будет находиться до недели бывает находится. И вот этот побег, он сейчас в состоянии роста. Он все дорастает и упирается. Сюда деформируется. Там уже, конечно, не до опыления, когда шишки в смятку значит, смялись. Поэтому мы вешать будем его вот так вот примерно. Чтобы ему была возможность для роста. Вот так, значит, одеваем. 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 Встает вопрос, как его сюда привязать, притянуть, чтобы было наглухо. Оказывается, тоже по многолетнему опыту лучше всего использовать вот такую ну, тоже старинного происхождения алюминиевую проволочку в изоляции. Потому что шпагатом, ну, как-то надо сложно затянуть. Где-то надо третью руку иметь. У нас всего две. Поэтому применяется вот такая проволочка. Вот так мы ее собираем. Поднимаем до мутовки. Вот. Вот так вот скручиваем, как следует. Чтобы она была такая жеваная у нас. Потом фиксируем нашу проволочку. Таким образом. Вот. Но это недостаточно. Берем пассатижики и прикручиваем намертво. Чтобы не одна пылиночка у нас сюда не попала посторонняя. Попадала только наша. Ну вот. Собственно говоря. Готовый продукт. Теперь будем осуществлять мониторинг за шишками. И когда они станут восприимчивы к пыльце, то мы их будем упылять. Но это у нас будет в следующем сюжете. А вот, кстати, сказать тут видите вот это, наверное, все заметили такая ищет сеточка. Ну, для чего она? А это вот как раз шишки от прошлогоднего контролируемого опыления. Ну, они завязались. Сейчас растут. Ну, похоже, там такие нормальные вырастут шишки. Потому что деформации как будто бы нету. Они такие полноценные. Вот. Но у нас в последнее время такая появилась проблема, что как только созревает шишка, к нам приходит популяция белок. И все это сгрызает до последнего семечка. Ну, вот. Поэтому мы им оставляем то, что научные ценности не представляет. А то, что представляет научную ценность ну, закрываем вот так от них изоляторами такими металлическая сетка. Ну, думаю, они сюда не попадут. Раньше мы использовали химические средства. Такой был репеллент марсуин. Ну, я его возил из Чехии контрабандой. Сейчас такой возможности у меня нету. Поэтому ну, он как бы отпугивает и птиц и белок тоже они куснут один раз. Им не нравится вкус и они больше обмазаны этим препаратом не трогают. Но он у меня кончился, нового нет. Поэтому значит применяем такие механические средства. Ну, вот когда шишки созреют для опыления покажем как это делается. Ну, пока заканчиваем.